Добрый день, добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой youtube канал и в этом видео, дорогие овны, я расскажу ваш гороскоп на январь 2024 года. Да, дорогие, это новый календарный год, начинаем, как говорится, все сначала, все с нуля, ставим на карандаш все те вопросы, которые хотели и начинаем. Дорогие, для того, чтобы всем было понятно, это общий гороскоп для примерно 800 миллионов овнов, которые живут на этой планете, поэтому, дорогие мои, это общий гороскоп для всех овнов, а если же у вас есть личные персональные вопросы, или же у вас глобальные планы на эту жизнь, тогда в шапке профиля есть ссылочка на сайт, там консультации, записывайте и будем с вами разбираться именно по вашей жизни и по вашему персональному прогнозу, годовому, десятилетнему и так далее. Ну и что, дорогие, наливайте что-нибудь вкусненькое, будем разбираться. Я не скажу, что январь, как принято это называть, будет месяцем сложным, нет, или месяцем ленивым, или месяцем бездействий, или месяцем каким-то не таким, как все. Глядя на ваш гороскоп, на январь, нового года, да, как говорится, я абсолютно и четко вижу, и понимаю, и говорю вам действовать, потому что ваш главный управитель Марс как раз таки переходит с одного знака в другой, и он уже будет не такой вот как бы вальяжный, веселый, интересный, да, то есть Марс переходит в козерога, и это прекрасное, прекрасное время для того, чтобы действовать. Происходит это 5 января, и с этого времени, с этого времени как раз таки уходит квадратура с Нептуном, когда захочется полениться, когда захочется отложить все дела, когда захочется куда-то слиться, уйти на вечеринку, или там оттопырить еще одну бутылку шампанского, да, то есть до 5 января будет такое состояние праздное, состояние лени, в принципе можем себе позволить, да, вот так отдохнуть, все-таки каникулы, каникулы на всей планете, поэтому, дорогие, до 5 января отдыхаем. Получаться будет медленно, получаться будет лениво, я бы так сказала, не получаться, если говорить про работу, да, с 5 января ваш главный управитель переходит в Козерога, Плутон находится тоже в Козероге, ваш второй управитель, поэтому, ребят, на небе, на небе я так хочу сказать, что почти весь январь можно трудиться, нет напряженных аспектов, нет аспектов, которые будут выбивать из колеи, то есть в работе прекрасно складываются моменты планирования, и эти планы будут получаться, здесь как раз-таки заканчивается ретроградный Меркурий 3 января, да, еще несколько дней пофонит, люди немножко позависают, но все отвиснут, с 5 января прекрасное время работать, нет ничего напряженного, чтобы выбивало из планируемых задач, чтобы что-то не получалось, чтобы были какие-то несостыковки, наоборот, я вам скажу, что для Овна вообще будет классный месяц, если вы будете делать, но есть одна небольшая помарочка, когда, как говорится, все хорошо и нас ничто не толкает, какие-то обстоятельства не заставляют нашевелиться, есть такой момент, что можно залениться, поэтому Овны абсолютно продуктивный месяц для вас в работе, прекрасный месяц для планирования, деятельный месяц, прекрасное время для рекламы, для пиара, работа с заграничными поставщиками, клиентами, договоренности, прекрасное время, прекрасное время, будет прекрасная коммуникация, еще пока Меркурий находится в стрельце, захочется прям-таки замахнуться подальше и это нормально, это прекрасное, прекрасное такое состояние, когда вы видите больше, чувствуете и хотите больше, есть силы и желание это делать. Продуктивный январь в работе, в строительстве, в сидении в офисе, с прибылью тоже все хорошо будет получаться, главное будут получаться все те дела, которые вы планировали и которые вы не смогли сделать или доделать в декабре, потому что там был разворот аж трех планет, уходящий год, ретро-мерк, сами понимаете, и наши желания и возможности немножко не совпадали, поэтому дорогие Овны действуйте, январь прекрасный, прекрасный тому месяц и понимаете только, только в двадцатых числах, да, с двадцать четвертого начинает останавливаться уран, да, и здесь, конечно же, момент такой, что мы немножко, немножко тоже подвиснем, но только с двадцать четвертого января он остановится, ну и как говорится, да, на недельку мы подвиснем и здесь моменты с бумажками, вопросы прошлого и будущего, да, вопросы вне времени, да, то есть все, что мы планировали сделать в будущем и не получалось, да, вот все вот эти вопросы, они подвиснут на недельку, не переживайте, уран развернется, будет все хорошо, в феврале он пойдет в свое директное положение и можно сказать на полгода плюс-минус, да, как говорится, он пойдет в прямое свое положение и все те, у кого, все те, у кого уран на тальной карте сильный, все уранисты, все водолеи, козероги, у кого уран отвечает там за дом денег, да, за дом работы, он у всех отвечает у вас, конечно, за дом работы, да, и работа пойдет другими скачками в будущем, в развитии, но не обещая, что это развитие будет такое уж беззаботное, потому что уран всегда дает неизвестные, неизвестного формата подъема и возможности американские горки, да, поэтому здесь, мои дорогие, понимайте, что если сейчас у вас все на стопе и не получалось, то в конце января разворачивается уран и с февраля нас ждут новые американские горки, которые будут идти, как говорится, интересно, с новыми впечатлениями обязательно, потому что мы всегда делаем помарочку на високосный год и, конечно же, конечно же, ждем невероятного, невероятно сложного, невероятно легкого или же невероятно такого прям счастливого, может быть все, что угодно, все зависит от того, за какой дом в вашей натальной карте отвечает уран, ну и, конечно же, он у нас у всех отвечает за друзей, за работу и за желание быть свободными, за желание быть не как все, выделяться из серой массы. Итак, подытожу про работу, январь прекрасное время, прекрасное время для того, чтобы делать, для того, чтобы планировать, первая, первая неделя января как раз таки создана для отдыха, для ленивого и праздного временипрепровождения, оставшееся время до 24 января, прекрасный момент для того, чтобы как раз таки заниматься той самой работой, которая не получалась, которая не срабатывала, с 24 января разворачивается уран и до 1 февраля он остановится и будет, вот, грубо говоря, замрут все процессы с ним связаны. Также с 24 ваш главный управитель, дорогие овны, Марс становится в квадратуре с кармическими узлами, здесь, конечно же, мы будем делать и осознанно или неосознанно проходить те самые кармические задачи и вопросики, которые нам необходимы, все зависит от оси кармических узлов, которые находятся на вашей натальной карте и где они расположены, поэтому здесь открывайте свои натальные карты и отслеживайте, что вы будете решать. Не скажу, что очень сложно, не скажу, что очень легко, здесь кто насколько готов признать свою вину, признать свои обиды, признать свои переживания, потому что, ну, сами понимаете, Марс вошел в Козерога, Козерог это знак максимальных денежных прибыли, возможностей социального статуса, и точно так же обратная сторона Козерога это обиды, боли, горести, это те же самые неприятные моменты перелома, ушибы, травмы, болезни позвоночников, костей, зубов и тому подобное. То есть, все зависит от того, насколько мы готовы переступить себе на горло своих обид для того, чтобы пойти дальше. То есть, разбираемся ли мы в своих страхах, болях, обидах и переживаниях и идем дальше за тем, что нам в принципе положено в этой жизни, на что мы заработали, на что мы заслужили, своими предыдущими ошибками, обидами или же плюшками, наоборот, что мы такого классного сделали для того, чтобы сейчас получать свои блага. У всех все будет по-разному, у кого-то будет в плюс, у кого-то будет в минус, все зависит от работы и осознанности, понимания каждого, кто куда идет, кто к чему стремится, у кого, как я люблю говорить, какие планы на эту жизнь. Что касается любовной сферы, если 31 декабря вы подвели итоги и пришли к выводу, что вы очень много чего в этой жизни хотите, но у вас мало чего есть и вы обвиняете в этом партнера, тогда, дорогие овны, я вам скажу, что январь, первая его неделя будет достаточно сложной. Захочется предъявить чувство вины, захочется стать безответственным, захочется увильнуть от своих, я бы так сказала, должностей, захочется все свалить на кого-то и чувство вины в том числе, потому что, ну, как это себя оставлять виноватым во всем, да, ну, как-то не с руки, да, поэтому будет такое желание переложить ответственность на кого-то, конечно же, на близких, на партнера, обвинить всех во всем, что все это из-за них, не получилось развиться, не получилось что-то там сделать, но история такова, дорогие и любимые овны, здесь нужно понять, что все, что есть в жизни, это все то, что вы на самом деле хотите, как говорится, если у нас чего-то нет, значит не очень-то и хотелось. Конечно, конечно, вы скажете, не может такого быть, да, конечно же может, потому что у вас есть ровно столько, сколько вы хотите, насколько у вас есть сил, если у вас этих сил нет, поднимайте, ну, реально свою физическую силу, как минимум сначала, для того, чтобы овну понять физическую силу, да, поднять ее, необходимо начать заниматься спортом, это первое и очередное действие для овна, для того, чтобы раскачать энергию, то есть, если вы понимаете, что у вас нет сил, значит, что у вас нет энергии, у вас нет энергии просто для того, чтобы двигаться, да, поэтому начинайте активно двигаться, начинайте заниматься спортом, для того, чтобы были силы, была выносливость не только там на качественные, потрясающие отношения в вашей жизни и не жить, да, как говорится, от транзитов до транзитов, да, а для того, чтобы постоянно вы понимали, что это ваша жизнь, это то, что вы строите, это ваш дом, уют, очаг, это для вас важно, это для вас, ну, то, что, где вы питаете энергию, где вы культивируете свою энергию, да, но пока, если у вас этого нет, начинайте раскачивать свою силу, а это спорт, это движение, то есть, настоящий овен это тот, кто постоянно в движении, в движении желательно думном, то есть, понятливым, не бездумным, да, поэтому, дорогие, начинайте с малого хотя бы по чуть-чуть заниматься спортом, и потом у вас появится выносливость и энергия на личную жизнь, на не просто работу, а на ту работу, которая нравится, которая идет изнутри, которая начинает поднимать вас вообще, вот просто выделять из серой массы, да, когда у вас планы на эту жизнь не просто отработать с 9 до 6, а когда вы хотите чего-то достичь, что-то сделать, где-то побывать, на что-то посмотреть, что-то создать, то есть, когда у вас такие глобальные планы на эту жизнь, поэтому, дорогие овны, начинайте раскачивать себя, и если уж мы говорим про личную жизнь, то, конечно же, январь прекрасное время и начало работы над этим самым, да, для того, чтобы урегулировать все то, что не получилось, где обиделись, где разошлись, где, ну, скинули себя ответственность и чувство вины переложили на кого-то другого, ну, нет, ребят, давайте будем честными, то есть, январь это на самом деле самый честный месяц в году, когда вот вокруг все белым-бело, когда вот уходят вот эти вот все рекапы годовые, подведение итогов, да, когда вот мы находимся в осознании того, как оно есть, жизнь, как она есть, поэтому здесь, мои дорогие, понимайте все то, что есть в жизни, если ваша жизнь состоит в любовной сфере из постоянных скандалов, начинайте это урегулировать и понимать, почему они происходят, скандалы, почему у вас не хватает сил для того, чтобы договориться, понять, принять, где-то немножечко свою гордыню убрать и понимать, что вы пара, что вы семья, что вы вместе, для того, чтобы не наступать на очередные грабли, не смотреть, что у соседа трава в огороде, она зеленее, нет, зимой везде снег, травы зеленой нет, поэтому нужно прям-таки понимать, как оно есть, и жить не так, чтобы было зеленее, чем у соседа, нужно жить так, чтобы самому нравилось, поэтому основная часть скандала в январе в семье будет как раз-таки из-за темы того, что почему у нас не так, ну, потому что, наверное, вам не хочется так, поймите, как вам хочется, сядьте за семейный совет, за круглый стол, да, как говорится, да, просто обнимитесь и поймите, что жизнь, она вот, она бежит, она с каждым годом, мы растем, взрослеем, развиваемся, и жизнь с каждым годом все бежит, бежит быстрее, помните, как в детстве, вот, долго тянулись моменты, да, и как сейчас, когда мы переступаем там рубеж, в 30 еще медленно все идет, 35, после 40 вообще жизнь стремительно начинает лететь, в 50 люди говорят, боже мой, куда вообще я прожил эту жизнь, да, и начинают понимать, что я хочу, то есть вторую молодость себе, поэтому, дорогие, любимые овны, убирайте гордыню, убирайте вот эту вспыльчивость, которая вам мешает, да, вы одиночка по жизни, но ваша сила и развитие как раз-таки находятся в паре, вам максимально сложно дается партнерское развитие, максимально сложно дается брак, и вы понимаете, только те овны, у которых, я бы так сказала, Козерог или Сатурн на дисценденте, да, на Куспиде седьмого дома, только те понимают, что брак – это работа, это понимание, это принятие, это работа над обидами, ошибками, над переживаниями совместными, то есть это постоянный труд, все же остальные считают, что семейная жизнь, она должна быть вот такой беззаботной, классной, чувства, эмоции, все как-то должно само получаться, нет, ребят, семейная жизнь, это когда нужно как минимум просто поговорить и рассказать, как оно есть на самом деле и как хочется, но разговаривать нужно не со всеми, а друг с другом, то есть со своей второй половинкой, если же вы решили докопаться до слов и сказать, я целый, конечно же, овен всегда говорит, я целый, у меня нет половинок, хорошо тогда со своим партнером, мои дорогие. В целом, в личной жизни первая неделя января будет сложная, будет с переживаниями, будет с обидами, вторая неделя декабря уже будет получше, вы уже начнете осознавать и понимать, что все это меняется, но все проблемы, которые есть в жизни, в личной, семейной жизни, они для вас будут очень важны, то есть налаживайте контакт, понимайте, что ваш партнер, это ваше отражение, понимаете, что он переживает все то же самое, поэтому идите на контакт, общайтесь, разговаривайте, урегулируйте конфликты, которые есть у вас, и все будет хорошо, потому что последние две недели января они будут достаточно продуктивны, достаточно классными, и вы будете как раз таки с этого семейного эгрегора черпать очень много энергии, которая вам будет очень сильно нужна, поэтому, дорогие мои любимые овны, не переживайте, все будет не сразу, и да, отношения это еще одна сфера жизни, на которой необходимо трудиться. Итак, дорогие овны, это был ваш гороскоп на январь нового 2024 года, в каких-то моментах он будет сложным, в каких-то моментах он будет простым, но по итогу месяца все равно все из вас пройдут все те самые уроки, кармические задачи, все то, что хотелось, все то, что не хотелось, и никогда в жизни вы говорили, что у вас не будет, оно все равно будет и произойдет, поэтому здесь, пожалуйста, не противьтесь, и все у вас будет прекрасно. Я же вам желаю, чтобы месяц у вас прошел стабильно и продуктивно, желаю, чтобы вы не заленились, потому что не будет никаких таких отягощающих и сложных ситуаций для того, чтобы выбить вас из колеи, если, конечно, вы сами не захотите с этой колеи сойти. Поэтому следуйте строго по плану и делайте чуточку больше, чем вам этого хотело. Спасибо, дорогие мои, что досмотрели это видео до конца, в конце, как обычно, полезные ролики, которые еще актуальны, и увидимся с вами в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok